всем привет мои дорогие сегодня меня разбудила машина которая убирает нашу улицу видите как чистят последнее время я заметила что парк вот этот поливали вчера деревья вечером на машине наверное лекарства от насекомых от комаров молодцы я этого не видела предыдущие года чтобы вдоль вот эти деревья поливали вот а я решила взять себе такую мой муж мне нашел уж купили для моря не пользуемся молодожены сидят в коленках она пока взял этот телефон в руки и посмотрите полчаса пролетела мгновенно ух это соцсети как гипноз и у нас планы сегодня мы дома на зумбу я вчера не пошла так как у нас должен быть был вебинар по бизнесу очень интересный просто мотивирующий такой в июле начнутся у нас уже такие события у нас сейчас есть по плану в июле уже начнутся что-то интересное поэтому осталось совсем мало времени у вас есть возможность просто попробовать самой маленькой суммы не надо в наш бизнес вкладывать миллионы как другие бизнесы попробуйте с маленькой суммы если вам интересно пишите мне а завтра у нас можем очень знаменательный день завтра суд у моего мужа насчет повышения элементов от детей ничего не слышно я так поняла он это все понимает осознанно что это было по просьбе мамы дочка решила позвонить по отцу с сыном вообще никакого контакта обида есть обида у них на цах как бы они не хотели все-таки когда столько лет не общаешься тоже дает о себе знать но жалко конечно дети будьте внимательны к родителям берегите своих родителей когда их не станет это будет жалеть что вот у нас завтра шестого такой день и завтра полнолуние удачного дня всем джаме такая жанна так хотела джаме прийти интересная попала джаме уже жара такая друзья мой любимый мерсин мой любимый мерсин как я его люблю благодарю вселенной за все что происходит в моей жизни это настолько ценно цените каждый момент свою жизнь каждый день радуйтесь каждой мелочи бумеранга вам вернется в миллионы раз больше позитива здоровья и радости этих красавчиков дружненько все вместе объединились все вместе мы сила так печет так печет никого нет людей мои коврики вода замечательно сейчас нырну мои дорогие видите какая прозрачная водичка пяточки хорошо почистить пяточки оскоблить как приятно вот смотрите люди уже там купаются там же перенесли кран туда когда уже здесь поставят же слонки чтобы можно было душ принять нормально пошла и купаться друзья кто знает я читаю трансферфинг реальности но никак не могу ее дочитать до конца что-то меня отвлекает и вот сколько осталось самое главное знаете что то что я возвращаюсь к ней вот когда мне хочется я живу не то что я кому-то что-то обязана или себе а как моя душа все воспринимает что хочет она то я и делаю последнее время так живу и знаете на первом плане вы у себя вот я сейчас лечусь от этой болезни это можно пускать болезнь у меня постепенно излечение происходит я всегда раньше думала за других но не за себя себя я была на последнем месте а сейчас я делаю то что хочу боже какая я счастливая как все по-другому стало и мы не изменим судьбы других я в каждом моем видео рассказываю мы только можем изменить свое отношение к происходящему может быть и у вас тоже есть такая проблема да вам не нравится как живут ваши дети как они чем они занимаются как они воспитывают детей не надо вмешиваться вот не надо вмешиваться него что моя мама всегда мне вот у нас из-за этого с ней поручается недоразумение то что она к это дно я и говорю не вмешивайся она злится но она старых установок под 80 лет и и и не переубедишь просто нужно закрывать уши поддакивать молча и все относиться к этому отстранено и знаете их чем хочу поделиться вот сейчас я сейчас читаю вам читаю себе девушка тут задала вопрос как быть я все время когда прохал вижу нищего попрошайку я всегда ему даю деньги и тут очень интересная тема что делать людям впечатлительным и допустим тем кто ежедневно подает милостину нужно отказаться от чувства вины если вы систематически подаете милостину значит чувствуете обязанность обязанность происходит от чувства вины вы не настолько сострадаете нуждающимся сколько чувствуете обязанность им помочь это есть не сострадание проявление важности если у вас внезапно проснулись сочувствия конкретной бедной больной в старушке это сострадание но если вы не можете пройти спокойно без внутренних терзаний мимо любого нищего значит не сострадание это вовсе а чувство обязанности что же делать просто реализуйте свою свободу вы никому ничем не обязаны возьмите свое право на знание вы способны сами творить и станет давать ответы если не свободны от важности вас терзают сомнения если же свободны тоже правы а когда вы свободны можете себе позволить сочувствовать и сопереживать очень интересная тема вот тут есть даже вопросы прошу вернуть любимую мужчину потом я прочитаю расскажу вот смотрите да у меня есть знакомая и она как только проходит мимо какого-то попрошайки она ему дает сумму и не думает о том что это мало много дает много а а сама позвольте могу сказать сама она не живет так как надо понимаете отказывает себе во многом во многом отказывает покупает одежду поношенную уже одевается за счет можно так сказать кто так что-то подарит там или это и но она не может пройти просто так мимо попрошайки поэтому она в таком состоянии пребывает вот сейчас я отправляю это сообщение и скажу чтобы она просыпалась если она хочет так продолжать жить это ее право каждый выбирает свою реальность но я например сейчас кому надо помогаю каждому попрошайки я не даю деньги особенно молодые когда салфетки предлагают иди работа если я в пятьдесят два года нашла в чужой стране работу иначе ты тоже найдешь вот у меня такие установки любая женщина любой человек может заработать столько есть много предложений на интернете и так нужно поработать и нужно идти вперед поэтому я согласна с автором Вадимом Зеландом насчет того что нужно это сострадание просто и чувство обязанностей уходить из этих чувств не могу передать вам это чувство блаженством которое я сейчас испытываю я одна в этом мире самая любимая скажу светлана опять куда ее понесло да это так это так друзья мои благодарите благодарите посмотрите многие слушают меня им становится лучше им становится вкуснее им становится здоровее посмотрите какой мусор плывет я как успела искупаться видите плывет мусор а мусор какой ни какашки ничего просто мусор пакеты бумаги все это море выкидывает говорит нам не нужно это дрянь забирайте ее обратно сейчас у меня знаете какая цель кстати давно я здесь тоже не была я так пропадаю но я вот то что сделала для себя поставила целью каждый день идти на набережную молодец я завтра я тоже хочу рано встать перед тем как мы пойдем с мужем в суд я хочу обязательно ой искупаться ну хочу уже так здоровьем заняться так что вот мои дорогие так я кайфую вот новые одену что сразу мозоли смотрите хочу за гарп принимает постепенно не во вред себе девочки мальчики смотрите где я сижу с мужем пришли наше кресло я вам покажу потом мы пьем пиво и 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 Субтитры подогнал «Симон»